МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». Совсем немного осталось времени до развязки самой главной политической интриги 2016 года. Второй тур президентских выборов поставит точку в затянувшемся поиске ответа, чего хочет современная Молдова. Почему так много стало зависеть от поста президента страны в республике, по сути, парламентской, в стране, в которой полномочия главы государства довольно ограничены? Тем не менее, значение борьбы за пост президента Молдовы подчеркивает уже тот факт, что во втором туре сошлись два антипода – социалист Игорь Дадон с пророссийскими взглядами и представитель правых партий, продукт абсолютно прозападного политического влияния Майя Санду. А значит, нам с вами, каждому гражданину, голосующему за сохранение Молдовы на карте мира в качестве суверенного, самостоятельного и нейтрального государства, брошен вызов. Сегодня в нашей студии представитель партии, лидер которой этот вызов принял, исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батринча. Здравствуйте! Здравствуйте, Санислав! Ну, подошла к концу насыщенная на события избирательная кампания. Практически вот-вот, считанные часы, можно сказать, осталось до того часа икс. В это воскресенье решится и судьба президентских выборов, и, наверное, судьба даже нашей страны. Я, мне кажется, не преувеличиваю. Именно так. Чувствуется усталость кандидатов, кто следит за тем, как идут дебаты, обсуждения в эфирах. Это наверняка замечают. Но все-таки такой вопрос. Почему так много положено на алтарь борьбы за кресло президента Республики Молдова? Хороший вопрос. На самом деле, вы абсолютно правы, Станислав, значение этих выборов не просто символично. По сути, сегодня решается судьба молдавской государственности. Сегодня, для кого не секрет, это открыто признала. Вчера на дебатах на Молдову-1 Майя Санду о том, что она является гражданкой Румынии. До этого она признавала, что в случае потенциального референдума по объединению с Румынией она проголосует за. И сегодня в подкреплении жирной точкой, именно в характеристике униониста Майя Санду, жирную точку поставил Троян Бесеску, который заявил буквально пару часов назад о том, что в рамках встречи Майя Санду с Викторией Нуланд открыто обсуждался румынский сценарий объединения Республики Молдова с Румынией. И Майя Санду дала на это полное и безоговорочное согласие. Соответственно, сегодня мы не просто определяем, какая политическая партия получит пост президента, мы сегодня обсуждаем, какое будущее в Республике Молдова. Вчера Майя Санду опять же на дебатах заявила еще одну интересную вещь. Она говорит, когда ее прямо Игорь Дадон спросил о том, а вы как, вы все-таки унионист или вы не унионист? Вы будете выступать за ликвидацию государства или не будете? Она прямо заявила, что государство по сути уже ликвидировано, а все остальное это лишь детали. Соответственно, сегодня гражданам Республики Молдова выбор предельно упрощается. То есть будут граждане, которые видят и верят в то, что у Республики Молдова есть будущее, которые категорически не приемлют любой другой сценарий. Есть граждане, которые сегодня открыто заявляют о том, что Республика Молдова это неудавшийся проект, это некая инвенция Сталина, это некая политико-историческая ошибка, которую надо урегулировать. И это недоразумение надо исправить. Есть сегодня, к сожалению, часть граждан, около 20%, которые прямо говорят, что у Республики Молдова есть будущее только в составе Румынии, и это означает сразу какие-то европейские перспективы и так далее. Но мы абсолютно уверены, это показывает и большинство вопросов, что все же-таки абсолютное большинство молдавских граждан, около 80% категорически не приемлет разговоры об унионизме. Соответственно, Майя Сандо это сегодня кандидат агрессивного меньшинства, это сегодня кандидат того меньшинства, которое проводит геополитическую повестку дня, которое навязывает нам определенные штампы и стереотипы, которые разработаны и опробованы сегодня в политических лабораториях Вашингтона, которые сегодня получили благословение Виктории Нуланд, который еще до января месяца будет секретарем Госдепартамента США. Соответственно, сегодня граждане должны определиться, какое будущее, какую перспективу они видят для страны. Понятно. Для партии социалистов это не первая предвыборная кампания. И тем не менее, вопрос такого рода, что вот в этой кампании вас удивило больше всего? Ну, не столько удивилось, сколько надо констатировать тот факт, что еще никогда такое количество политических технологий не отрабатывалось на таком маленьком политическом рынке Республики Молдова. То есть граждан Республики Молдова в этой кампании подвергли всевозможным технологиям, в первую очередь это технологии фобий, запугивания электората, которые были успешно отработаны филатом в свое время, и которые продолжают использовать Майя Санды, но уже с удвоенными усилиями. Граждане Республики Молдова всю кампанию запугивали. Будет Дадон, будет война, будет блокирование границ, отменят безвизовый режим с Европой, запретят ввоз в страну не только машин с европейскими номерами, но и вплоть до того, что посылок близким от тех людей, которые трудятся сегодня в Европе. Граждан запугивают ежедневно. Граждан запугивают, что если Дадон, то это все, это конец света и так далее. И безусловно, вот с этими манипуляциями нам приходилось бороться, и приходится бороться ежедневно, успокаивать людей, что люди добрые, не будет никакой войны, не будет Майдана, все будет ровно, спокойно, и если будет у Молдовы правильный президент, то у страны появится какая-то своя траектория развития. Мы начнем реально бороться с коррупцией, мы будем выступать за распуск парламента, мы обеспечим другую власть, промолдавскую власть, и мы сумеем что-то сделать для того, чтобы у Молдовы появилась экономика и, соответственно, какая-то социальная политика. Мы сумеем выровнять внешние отношения Республики Молдовы, потому что вот эта русофобия агрессивная, которая навязывается сегодня молдавским политикам, вот эта русофобия, она причинила не только политический урон, но она причинила и прямой экономический ущерб. И вчера Майосанду подтвердила, что она присоединится к антироссийским санкциям. И, соответственно, это абсолютно ложная, фальшивая повестка дня, которая навязывается сегодня людям, и за эту политику люди сегодня платят из кармана, потому что мы видим, к чему привела эта политика за последние 7 лет. Катастрофически упали показатели инвестиций, катастрофически упали показатели производства, показатели экспорта. Каждый год экспорт уменьшается, и фактически меньше денег приходит в страну. Поэтому мы сегодня очень четко объясняем избирателям, что не надо вестись на эти манипуляции. У Республики Молдова есть перспективы, есть будущее при условии президента-государственника. И мы сегодня говорим не только о политических лозунгах, но и говорим о том, что Игорь Додон – это блестящий экономист, это человек, который сумеет выровнять вот эту амплитуду международных отношений, который сумеет возобновить отношения с Российской Федерацией, при этом не испортив отношения с Европейским Союзом. Более того, мы объясняем, что Майя Санду даже на проевропейском фланге, на прозападном фланге, она абсолютно не имеет никакого потенциала, потому что безвизовый режим начали обсуждать в 2008 году. Большинство инвестиционных проектов с Европейским Союзом, просто каких-то проектов обсуждалось еще в 2007-2008 годах, сегодня они просто реализуются, и будут ровные отношения с Европой, с Европой, с европейцами. Но тем не менее, вот такие манипуляции есть. Эта компания нам запомнилась огромным количеством манипуляций, лжи, огромным количеством давления на избирателя, огромным количеством запугивания избирателя. И, конечно, она нас запомнилась тем, что прямо высказывались представители Европейской и Американской канцелярий, то есть открытая агитация, открытое вмешательство во внутренние политические дела Республики Молдова, открытое вмешательство в электоральный процесс, что прямо запрещается законом. Но вот это те характеристики, которые наверняка отметили не только мы социалисты, но и простые граждане. Я понимаю, ваш представитель или ваш кандидат на президентских выборах Игорь Дадон практически, если не, наверное, единственный кандидат, который принял участие в президентской гонке с четкой программой, с четкими задачами, с четкими целями, которые были обозначены в этой программе. Вот хотелось бы еще раз, чтобы мы с вами обозначили те приоритеты, которые ставит перед собой кандидат в президенты Игорь Дадон. Первый приоритет, безусловно, это молдавская государственность. Безусловно, Дадон идет в этой кампании и позиционирован, и отражает промолдавские интересы. Он не пророссийский, не прозападный кандидат, он промолдавский кандидат. Здесь нет игры геополитического характера. Здесь нет игры. Да, он наладит хорошее отношение с Российской Федерацией. Но это экономика. Это экономика, это и гуманитарные проекты, это общее культурное, общее православное пространство, это общая история. Это то, что Дадон будет продвигать в внешней политике. Но это, безусловно, будет сбалансировано с Западом. Потому что любой перегиб, мы посмотрели, что происходило последние 7 лет. Когда произошел жесткий перегиб в одну сторону, и когда таким образом нарушился внутриэкономический баланс, нарушился баланс общественный, общество по сути разделили. Дадон это будет человеком, который консолидирует молдавское общество и создаст экономическую перспективу. Второе, Дадон блестящий, я считаю, абсолютно убежден в том, что он лучший экономист Республики Молдова. У этого человека есть государственное мышление, и этот человек, безусловно, привлечет инвестиции, найдет возможности экспорта, открытия предприятий, создания новых рабочих мест. То, что создаст нам какие-то экономические перспективы и социальные перспективы. Потому что сегодня на 700 тысяч пенсионеров, мы знаем уже в реальном секторе экономики, это 400 тысяч человек. То есть каждый год массово теряются рабочие места. Третий, этот человек, безусловно, православный. Этот человек будет продвигать семейные ценности, это человек, который будет продвигать и защищать наши общие православные ценности. Это не какая-то там узкоцерковная тематика, это наша историческая память, это наша культура, это наши традиции, это то, что сможет, поможет консолидировать, сплотить общество. Четвертый момент, это, безусловно, все то, что касается нейтралитета государства. Республика Молдова не должна, у нас нет геополитических амбиций, мы не собираемся объявлять войну Вьетнаму либо какой-то другой стране. Это военный нейтралитет, мы не будем являться частью геополитических, тем более каких-то военных игрищ. Мы, безусловно, будем выступать против каких бы то ни было ассоциаций с военно-политическими блоками. Ну и пятый момент, очень важный для нас в объединении людей, это то, что я бы хотел отметить отдельно, то, что люди, хотелось бы, чтобы услышали в последний день агитации. Дадон, это человек, у которого есть четкое видение урегулирования Приднестровского конфликта. Нам надо объединить страну. Для того, чтобы объединить страну, уже до конца года должны быть инициированы переговоры с Тирасполем. Там избирают нового президента, новый президент Республики Молдова. Ну, у них глава, так скажем, Приднестровского этого региона, называется он президент или как, это абсолютно не принципиально, но это человек, которого там изберут руководителями, с ним надо садиться и с ним надо решать. Решать, какие могут быть пути урегулирования вот этого исторического конфликта. Безусловно, объединение с Приднестровым придаст новый импульс в развитии Республики Молдова. Там предприятия тяжелой промышленности, у нас предприятия легкой промышленности, сельского хозяйства. Мы единый энергетический комплекс, там Кучурган, здесь, опять же, сельское хозяйство, здесь сильный север и сильные перспективы экспорта. В едином экономическом комплексе Молдова с Приднестровьем в составе Молдовы, это, безусловно, более высокий уровень жизни граждан. Есть и другие приоритеты, но я остановлюсь на этом. Государственник, никакого унионизма, никаких призывов к ликвидации государства, сильная экономика, сильная социальная составляющая в экономике, нейтральность, военный нейтралитет и возврат Приднестровья в состав Молдова. Это те вещи, которые на протяжении четырех лет будут приоритетами президента Дадона. Понимаю. Отчасти вы уже говорили о том, что в вопросах внешней политики сторонники Майя Санду включили такой режим запугивания избирателей, когда говорят о том, что если Игорь Дадон победит на президентских выборах, то в этом случае произойдет разворот на восток, отрицание идет возможности дружить и с западом, и с востоком, о закрытии границы, об отмене безвизового режима, все это вы сказали. Но сейчас вот ко всему этому добавилось еще и то, что не так давно Игорь Дадон говорил о своей оценке того, что произошло на Украине. И вот был задан вопрос, чей Крым, на его взгляд, сегодня, то есть на территории какого государства теперь этот полуостров. И его ответ таким образом тоже каким-то тем или иным образом эксплуатируется в качестве одного из, ну не знаю, пугала для избирателей. Ваш комментарий этого? Ну, по-моему, позиция здесь Игоря Дадона была предельно ясная. Де-факто сегодня Крым контролируется Российской Федерацией. Де-факто там состоялся референдум. Другой вопрос, что есть юридическая плоскость. Вот этот референдум не признан многими странами, многими международными структурами. Это вопрос, который получит еще надлежащую юридическую и политическую оценку в ближайшие годы. Но мы видим, что чаша весов в этом мировом балансе она уже склоняется примерно в пользу российской составляющей в Крыму, потому что Дональд Трамп, избранный президент Америки, он очень четко сказал о том, что и причем это было несколько его заявлений, что Крым тоже де-факто является российским. Об этом сказал президент Чехии, об этом сказали многие представители европейских стран. Конечно, есть и какие-то европейские страны, которые говорят о том, что Крым украинский и так далее. Тем не менее, мы абсолютно убеждены, что это не повестка дня Республики Молдова. И втягивание Додона в такие геополитические, опять же, какие-то дебаты, это один из инструментов штаба Майя Санду. То есть, понимая свою ущербность в плане каких-то внутриполитических и внутриэкономических аргументов, они пытаются вытянуть Додона вот такую плоскость о санкции, о несанкции и так далее. Молдова не должна никому объявлять санкции. Молдова маленькая страна, которая должна проводить очень умную, очень мудрую, очень взвешенную политику. Не мы должны быть теми, кто даем оценку украинско-российским либо российско-украинским отношениям. Это два братских народа. Это два народа, которых связывает века совместной истории. Это совместная ментальность, это совместная экономика. И мы абсолютно уверены в том, что это два равнозначных, близких народа. И, соответственно, мы очень надеемся на то, что получится урегулировать российско-украинские отношения, что получится вернуться в нормальную конву, что не будет провокаций между двумя этими братскими народами, потому что спихнуть им их лбами могли только провокаторы. И сегодня те же самые провокации мы слышим у нас в Республике Молдова. А давайте приведем НАТО в Молдову, а давайте двинемся на Тирасполь, а давайте форсировать. Днестр и так далее. Да, с украинцами решают вывод российского миротворческого контингента, который там находится по стамбульским договоренностям, заведомо понимая, что этого не произойдет. Но это безусловные спекуляции, задачей которых является нагнетание напряжения в обществе. И вот в этой радикализации они рассчитывают, что они напугают какую-то часть людей, которая нужна Майя санду для победы. Но примитивная тактика, люди это видят и люди дают этому оценку. Мы должны деликатно обращаться с нашими внутриэтническими проблемами, с нашей внутриполитической гармонией и тем более с таким деликатным вопросом, как Приднестровье. То, что Приднестровье фактически у нас на чем возникло? Оно возникло именно на этой самой нацистской риторике. То есть фактически в начале 90-х годов националисты, унионисты спровоцировали внутриэтнические конфликты, поход на Приднестровье, поход на Гагаузию и так далее. Тем самым они спровоцировали определенные очень негативные феномены, с которыми до сих пор за 25 лет мы не нашли еще решение. Соответственно, если кто-то ставит себе задачи, какой-то гражданский конфликт, мы считаем, что это абсолютно ненужный сценарий. Президент Додон – это человек, который будет нацелен, настроен на консолидацию мира, гармонии и нормальных отношений в стране. У нас должен быть цивилизованный диалог с Приднестровьем. У нас должен быть цивилизованный диалог с Гагаузией. Мы должны, государство обязано обеспечить конституционные права всех граждан, и на их политическое мнение, и на их свободное высказывание. Мы должны выстроить общество, в котором все люди будут чувствовать себя комфортно. Независимо от того языка, на котором люди у нас говорят, независимо от этнической принадлежности, все мы граждане Республики Молдова. И те, кто проживают сегодня в Тирасполе и в Приднестровском регионе, это те же граждане Республики Молдова. И мы просто должны разобраться в том, что нам мешает вернуть этих граждан в политический, экономический, гуманитарный процесс Республики Молдова. Мы должны, безусловно, наложить вето на любые провокационные заявления, вот этих унионистских элементов, которые сегодня фактически подошли. Любое унионистское заявление в Кишиневе тиражируется сегодня в Приднестровскими, есть у них своя пропаганда, Приднестровскими масс-медиа. И в итоге, вместо того, чтобы двигаться навстречу друг другу, кто-то их отталкивает. Соответственно, нужна мудрая позиция, взвешенная позиция. Мы абсолютно убеждены, что у Майи Санду нет ни государственнических взглядов, нет ни управленческого опыта. А самое главное, у нее нет понимания того, как решать такие деликатные вопросы. И она, хотя маленькая хрупкая женщина, она как слон в посудной лавке, вот сейчас вот, чувствуя вот эту мощную геополитическую поддержку, она путается в показаниях, она путается в лозунгах. То она за НАТО, то она за нейтралитет, но в сотрудничестве с НАТО, то она за объединение с Румынией, то она начинает лукаво как-то обходить и говорить о референдуме. Этот человек не консолидирует людей. Этот человек не будет государственным мужем, государственным управленцем. Мы убеждены, что ДОДО найдет ключ и к Тирасполю, и к экономическим решениям вопросов, и к российскому рынку. И в то же время это не будет идти в противовес Западу. Мы не должны ни в коем случае разворачивать ситуацию ровно на 180 градусов для того, чтобы воевать уже с этими против этих. Молдова не должна воевать ни с кем, мы выстроим гармоничные отношения и с Востоком, и с Западом. Маленькую ремарку себе позволю сказать, что относительно ситуации с Крымом, новоизбранный 45-й президент США Дональд Трамп, он же дал такую оценку, что там проголосовали люди, и с этим надо считаться. Точно так же и чешский президент говорит, что это воля людей, проживающих на полуострове, и тем самым оттеняя или демонстрируя, что те санкции, которые были организованы Евросоюзом в адрес России, это ответ на решение людей, проживающих на полуострове. И в этом смысле даже поддержка этих санкций Майя Санду, которая говорила на вчерашних дебатах, она говорила о том, что, ну да, она поддерживает ее взгляд, потому что и санкции должны существовать, а как-то, наверное, и показывает вектор политических устремлений Майя Санду. Ну, это вот такая ремарка с нашего журналистского цеха. Ну, какие занятия могут быть? Кому вообще Майя Санду может объявить санкции? Кого интересует ее политическая позиция, ее мнение в отношении санкций? Кем она себя считает? Она себя видит не то, что она два раза пожала руку Виктории Нуланд, она считает, что она стала мощным геополитическим игроком. Ну, это абсолютно вот такая вот, знаете, узкополитическая зашоренная повестка дня, которая навязывается теми, кто на Майдане раздавал печенье, теми, кто спихнул два братских народа, теми, кто спровоцировал этот конфликт. И в сценарии, у сценаристов этого конфликта уже были и санкции в перспективе, и антироссийский лагерь. Пришел Дональд Трамп, меняется позиция многих европейских канцелярий, и мы абсолютно уверены в том, что грядет новая геополитическая повестка дня, в которой наконец-то будут уходить вот такие неприятные и провокационные феномены, как то, что происходило последние несколько лет. Да, и в том числе будет переосмыслена политика в нашем регионе, да, вот на Балканах, в том числе будет переосмыслена оппозиция и по решению вот этого конфликта между Украиной и Россией. И мы в данном случае являемся в хорошем смысле слова оптимистами. Геополитические отношения между ведущими игроками будут пересмотрены в этих условиях, когда вот Виктория Нуланд доживает последние недели в своей функции, и когда Дональд Трамп безусловно сформирует другую повестку дня и другой аппарат, другую команду, потому что он сегодня очень четко говорит о том, что Америка должна сокращать военные расходы, должно быть меньше конфликтов. У стран должны быть свои национальные политики и свои национальные интересы. Мы убеждены, что это правильная оппозиция, и в данном случае Майя Санду останется просто вот без вот этой геополитической крыши, которая толкает ее на какие-то санкции. Давайте скажем честно, ну кого интересуют санкции, которые потенциально введет Республика Молдова? Мне кажется, это ударит только по нас. На ком это отразится, кроме Молдовы? Да. Кроме Молдовы, да. Давайте уберем вот те отчисления, которые высылают сегодня наши более 500 тысяч гастарбайтеров в России, и у Молдовы нет валюты. Давайте закроем полностью окончательно окошко вот это на экспорт, и мы окончательно останемся без валюты. Потому что сегодня в Европу мы, из Европы мы импортируем товаров. И отдаем эту валюту. В десяток раз больше, чем экспортируем туда. То есть мы покупаем в Европе продукции на сумму больше, причем гораздо больше, чем мы туда продаем. Соответственно, страна фактически вывозит валюту и вывозит свой ВВП за рубеж. И при этом мы вот объявляем санкции, вот Россия плохая, не нужно нам туда ничего продавать. Мы фактически сами себе осуществили политический, экономический харакири. Мы фактически занимаемся экономическим самоубийством. Поэтому то, о чем говорит сегодня Майя Сандо, если честно, это смешно. Вот когда смотришь на эту алюминиевую леди с каменной улыбкой, ничего кроме вот такой иронии не возникает. Человек, который путается, путается в своих декларациях изо дня в день. Который не может четко сформулировать ни одну позицию экономическую, которая путает импорт с экспортом, которая путает отношения Украины с Россией, которая, даже по НАТО, казалось бы, она не может ничего четко сказать и говорит, это надо решить на референдуме. Гарант Конституции, в которой четко прописан военный нейтралитет, говорит, что это должен решать народ. То есть она даже в этом отношении не может, у нее нет государственной позиции, она не может сказать, чьей Конституции она будет служить. Вот вчера она наконец-то призналась, что у нее румынское гражданство, призналась перед всей страной. И что она присягала на верность румынскому народу, румынскому государству и румынской Конституции. Хотя до этого всю кампанию она говорила, что это меньшина, фалс, фалс-меньшина. Но вот вчера она наконец-то призналась. И вопрос, чью Конституцию она будет соблюдать. Конституцию Румынии, у которой есть соглашение с НАТО и в которой размещены ракетные базы НАТО. Либо Конституцию Республики Молдова, в которой черным по белому сказано нейтралитеты в связи с этой Конституционной нормой, мы не имеем права подписывать какие бы то ни было соглашения с НАТО. Соответственно, даже здесь вот такое вот виляние. Она не может четко сказать людям, что ждет Республика Молдова через полгода, год, четыре года. Она не может сказать, что она будет делать с этим парламентом. У нее есть политическая повестка дня исчезли досрочные парламентские выборы. Она четко не может сказать, как она будет выстраивать отношения с Плохотником, за которого она голосовала и который за нее голосовал. Она боится произносить фамилию Плохотнюка лишний раз, понимаете. Соответственно, это человек, у которого нет вообще никакого видения развития страны. И те люди, которые все-таки по каким бы то ни было субъективным причинам собираются за нее голосовать, они должны понять, что никакого четкого видения будущего Республики Молдова у этого человека нет. И соответственно, будут продолжаться еще четыре года разного рода эксперименты, которые мы видели последние семь лет. И пока кто-то там в политике экспериментирует, эти вывезут и приватизируют и выведут из страны все то немногое, что у нас еще осталось. И в итоге вот этот регион, который окажется экономически недеспособным, они просто куда-то включат в чью-то другую модель, в чью-то другую систему. Вот это Майя Санду. О будущем Молдовы. Первые три указа, которые подпишет президент Дадон, вызвали у наших сограждан неподдельный интерес. И вот хотелось бы раскрыть скобки, расширить понимание этих документов. Почему именно первостепенное такое внимание, именно таким задачам было уделено, когда говорилось о первых указах, которые подпишет Игорь Николаевич Дадон, став президентом Республики Молдова? Ну, приоритеты простые, в принципе, они и не менялись. Первое, миллиарды должны возвращать не люди, а те воры, которые их украли. Деньги всегда оставляют след. Понятно, что сегодня власть прикрывает информацию, и мы не видим всей картины о хищениях из банковского сектора. И мы не видим реального возврата денег. Да, что-то там начало поступать, арестовали некоторые активы, но это, безусловно, крохи по сравнению с тем, что было выведено. Сегодня правительство приняло решение о том, что переведен госдолг, переведен госдолг, переведены все эти деньги, которые были украдены из банковской системы. Это было требование МВФ. Сегодня МВФ загоняет Республику Молдову в угол. Поэтому президент Дадон должен будет подписать указ и подпишет указ, который создаст на основе Высшего Совета Безопасности комиссию, которая начнет заниматься реальным расследованием и будет поставлена задача реальный возврат украденных средств, украденных активов. Это позволит вернуть в Молдову какие-то деньги, для того, чтобы мы не ходили с протянутой рукой по миру и для того, чтобы мы не становились перед МВФ сегодня на колени. Почему это будет первый указ Дадона об украденных миллиардах? Очень просто. Потому что если их не вернуть, то в силу вступят те требования МВФ, на которые сегодня негласно согласилось правительство. Это оптимизация ликвидации премарий, дальнейшая ликвидация школ, это сокращение количества населенных пунктов, это укропнение районов, не исключен возврат к жудесам, это дальнейшее сокращение расходов в социальную сферу. И что очень важно, сегодня, по нашей информации, одно из требований МВФ для кредитования Молдовы, это пересмотр пенсионного возраста. В сторону увеличения. В сторону увеличения, безусловно, 60-65 лет, что будет абсолютно преступно по отношению к людям, потому что сегодня около 40% мужчин не доживают до пенсионного возраста. Соответственно, все те социальные отчисления, которые они делают в течение жизни, они фактически не используются. Аккумулируют, и для того, чтобы вернуть потом долги МВФ. Абсолютно верно. И об этом, безусловно, заговорят после выборов. Поэтому первый указ Додона будет касаться возвращения миллиардов украденных из банковской системы не людьми, не публичным бюджетом, а теми, кто их непосредственно украл. Второе, что очень важно, запрет. Нам, наконец-то, надо поставить точку в вопросах так называемого унионизма. Республика Молдова – это суверенное государство, это субъект международного права, который функционирует на основе собственной конституции и законодательства. Сегодня Конституция прямо запрещает деятельность организаций общественных и партий, которые призывают к ликвидации государства. Указ президента будет касаться запрета унионистских организаций, унионистских движений. Любых, которые там за объединение с Румынией, либо за объединение с другим государством, Зимбабве, неважно, на восток, на запад, мы должны поставить точку в этом вопросе. Это абсолютно непродуктивно. Республика Молдова – независимое государство, у нее есть будущее, и мы должны думать в этом направлении. Следующий этап, он, конечно, будет зависеть от внешней политики. Мы хотим полностью открыть российский рынок, для того, чтобы вернулись туда товары, для того, чтобы заработала молдавская экономика. Но, безусловно, для этого надо поставить точку в каких-то призывах до ликвидации нашей страны. Почему мы говорим все время об экономике, и здесь один из декретов первых Додона будет касаться экономического развития, он будет активно продвигать экономическую модель, экономическую повестку дня, потому что сегодня мы должны научиться самостоятельно зарабатывать деньги. Мы видим, что такое экономическая кабала, мы видим, как многократно увеличились суммы, суммы параметра внешнего кредитования, мы видим, как очень резко увеличился внешний долг за последние 7 лет. Если мы не начнем зарабатывать деньги, молдавская экономика, то мы полностью попадем в экономическое рабство, и мы потеряем ту самую самостоятельность политическую, о которой мы говорим. Почему мы позволяем кому-то вмешиваться в дела, во внутренние дела нашего государства? Потому что мы у них кредитуемся. Я хочу привести пример, вот правительство Гречана и Додона, под 2007 год МВФ вообще в Молдове не было, и выплачивали внешние долги, и уменьшали внешние долги, и нормально функционировала экономика, и пенсии, и зарплаты повышались регулярно, и то повышение, которое происходило, оно опережало инфляцию. То есть человек, ему перекрывали, индексировали, перекрывали инфляцию, и еще он получал сверху 10-12%. Соответственно, для примера, пенсионер, в 2008 году пенсия выросла на 19,8%, из которых 3-4% это была инфляция, она были, годы доходило до 7%. Даже если взять максимальный параметр 7%, то 19,8% они перекрывали, и пенсионер в итоге в течение года получал больше на 12-13%. Сегодня повышение вот этого 8%, оно не перекрывает даже 15% инфляции, соответственно, пенсионер становится беднее на 7%. То же самое по зарплатам и так далее, и так далее. Должна заработать экономика, есть такой опыт, можно работать и без внешнего финансирования. Если начать реальную, а не декларативную борьбу с коррупцией, если открыть рынки, если запустить производство, если привлечь инвестиции. Правительство Гречана и Додона в 2008 году, это 800 миллионов долларов прямых инвестиций в экономику, иностранных инвестиций. Сегодня это 200 миллионов, в 4 раза меньше. И где их валеные инвестиции, мы помним, Филата, Санду и так далее. А в итоге инвестиции упали в 4-5 раз. Поэтому у Додона есть четкое видение, возврат миллиардов, запрет унионизма, развитие экономики и те вещи, которые президент сможет сделать и реализовать. Вот вопрос от наших телезрителей. Как будет складываться судьба молдавских мигрантов в случае победы Игоря Додона на президентских выборах? Молдавских мигрантов? Молдавских мигрантов. Ну, имеется в виду тех людей, которые сейчас вынуждены искать рабочие места за пределами. Ну, опять же, почему так много говорим об экономике и о том, что необходимо открывать рынки, начать производство, создание предприятий. Нам нужно создавать рабочие места в Молдове. Без нормальных достойных рабочих мест в Молдове мы не можем серьезно говорить ни о каких мигрантах. Мы никогда не создадим без экономики какую-то возможность для наших граждан вернуться обратно домой. Поэтому надо запускать экономику для того, чтобы люди видели реальную альтернативу. Да, что вот если в Молдове можно будет заработать 400, 500, 600 долларов, люди, допустим, в России, которые работают сегодня за те же 700, 800 долларов, они начнут думать, начнут думать о том, что вот, а почему мне не вернуться домой и не быть рядом со своими близкими. В условиях, когда у нас сокращаются каждый год рабочие места, и мы видим показатели средней зарплаты в 2009 году, средняя зарплата была выше, чем сейчас. Правительство вот рапортует о том, что, да, вот у нас растут средние зарплаты. Так подождите, так вы... Не, в леях, наверное, все это... Вы считаете, в леях, которые вы обесценили за эти 7 лет, вы обесценили леев два раза. Тогда был курс 10, сегодня 20, да, леев за доллар. Соответственно, если взять среднюю зарплату, она уменьшилась на 80 долларов по сравнению с 2009 годом. Соответственно, надо создавать те рабочие места, которые вернут мигрантам какую-то надежду вернуться домой. Что касается непосредственно Российской Федерации, где большая часть, большинство наших мигрантов, один из приоритетов Додона, это будет подписание с Российской Федерацией совместного соглашения о социальном обеспечении граждан. Потому что сегодня те сотни тысяч граждан, которые работают в России, молдавских граждан, они не обеспечены социально, их не ждет пенсия, они здесь, не там. Подписание совместного соглашения о социальном обеспечении граждан с Российской Федерацией позволит людям становиться на социальный учет, делать какие-то отчисления для того, чтобы у них в перспективе была какая-то пенсия, и они могли обеспечить себе старость. Что касается мигрантов в Европейском Союзе, здесь нужны абсолютно те же меры. Наши граждане должны быть защищены независимо от того, где они находятся и где они работают. Это должны быть двусторонние соглашения с Италией, с Португалией, с Германией. Везде, где есть наши граждане, они должны иметь возможность заключить социальный контракт. Везде государство должно отстаивать их интересы. Но я все-таки подведу еще раз итог. Самое главное, чтобы государство Республика Молдова обеспечило гражданам возможность выбора. Чтобы они видели дома рабочие места. И чтобы они осуществляли выбор, исходя из того, что они могут работать дома, либо за границей. А сегодня тот социально-экономический геноцид, который проводится, он фактически выпихивает граждан за границей. Первый тур показал, что у партии социалистов, а лично и лично у кандидата на должность президента Игоря Дадона, очень высокий рейтинг. Его идеи получили поддержку большинства наших граждан. Тем не менее, существует и число тех, кто не пришел на выборы или не определился со своим выбором. И еще есть число тех, кто голосует сегодня за Майя Сандо. Что бы Вы сказали этим людям, почему Игорь Дадон, а не Майя Сандо? Конечно, это очень сложный вопрос. Мы видим, что есть категория граждан, которая потеряла доверие к политическим партиям. Мы видим, что накопились вопросы к политикам. Есть вопросы и к Игорю Николаевичу Дадону. Разные вопросы. Да, есть у людей какое-то уже недоверие в целом к политическому классу. Но хочется сказать следующее. Надо голосовать рационально. Рационально надо понимать, что есть с чем сравнить. Есть Дадон, министр экономики, который обеспечивал инвестиции, который обеспечивал рабочие места, новые предприятия. И есть тот рост зарплаты пенсии, который был. Была экономическая стабильность. Есть то, что происходит сегодня, происходило последние 7 лет. Вот при Филате 1, при Филате 2, это Майя Сандо, который в сотрудничестве с Плохотнюком из ГИМПу, опустили экономику, опустили социальную политику и фактически увеличили бедность в стране в два раза. Соответственно, голосовать надо рационально. Дадон — это шанс для страны, это шанс для укрепления государственности, это шанс для разумно извешенной политики. И что самое важное, и мы это будем повторять вновь и вновь, для реанимации экономики. Дадон — это шанс для молдавских граждан. Это государственный муж, это профессиональный управленец, что даже Владимир Николаевич Воронин, который в первом туре призывал бойкотировать, но во втором он все же признал, что Дадон — это человек, хороший управленец, квалифицированный профессионал, который умеет решать проблемы и выходить из кризиса. Что касается Майя Санду, ну, людям, которые все-таки за него голосуют, да, потому что очень много и русскоязычных граждан, и молодоязычных граждан попали где-то в ловушки идеологически расставленные штабом Майя Санду, там, где работают 2000 человек сегодня, которые целый день работают в интернете, и каждую минуту вбрасывают всю новую дезинформацию, все новые манипуляции и так далее. И просто строят Дадону образ демона. Ну, поймите правильно, те, кто думает голосовать за Майя Санду, поймите правильно, ну, перспективы, перспективы не будет никакой. У этого человека нет ни управленческих качеств, кроме ликвидации школы, ликвидации районов. У этого человека нет необходимой юридической подготовки, потому что она сама сегодня испугалась того, что она голосовала и за приватизацию банка деэкономии, и за вывод денег из Национального банка, и за концессию аэропорта и так далее. Она сегодня не в состоянии даже принять ответственность. Да, я голосовала, потому что она просто вот всеми способами увиливает от этого, отвечая нападками на Дадона. Дадон — это шанс и перспектива. Майя Санду — это абсолютный заведомый проигрыш. Это заведомое разочарование. Это голосование за того же Филата, который обокрал страну, и это голосование за того же Дарина Киртуака. И, кстати, она здесь с Дарином Киртуакой очень похожа. Голосовали, потому что молодой говорит об Европейском Союзе, красиво, гладко и так далее, критикует Сталина. К чему привело? Самая высокая коррупция в Кишиневе, коррупционные скандалы. Обворовали Кишинев, опустили Кишинев, и мы видим, во что превратился наш город хаос. Майя Санду президент — это Киртуак и примар. Здесь можно поставить знак «равно» между ними. Поэтому людям надо, я бы все-таки рекомендовал, несмотря на то, что накопились, есть вопросы и к социалистам, есть вопросы лично к Додону. Мы не идеальные политики, и, безусловно, были какие-то ошибки. Но тем не менее это команда профессионалов, это альтернатива, это какой-то шанс для Молдовы. Майя Санду — это проигрыш заведомо. И я рекомендую людям сделать в данном случае абсолютно разумный, рациональный, прагматичный выбор. Оценить все те угрозы, которые несет Майя Санду, которая говорит о войне с Приднестровьем, о НАТО, об обеднении с Румынией, о русофобии, о санкциях против России. И она нам навяжет такое, что в стране спокойно уже не будет никогда. И поэтому на людях лежит ответственность. Да, политики не идеальны, но люди должны идти на выборы с полным осознанием собственной ответственности. Потому что на второй день после того, как избрали Киртуака, очень многие уже на второй день начали почему-то его материть. Люди добрые, вы избрали третий раз один и тот же политический персонаж. Вороватый, казино, гаражи, пропадает по 2-3 недели, не появляется на работе. В городе хаос. И люди, которые за него проголосовали, на второй же день начали его критиковать. И так три раза. Поэтому хотелось бы порекомендовать людям сделать такой выбор, чтобы на второй день не было обидно и досадно. Голосуйте за то, что можно понять и проанализировать, а не за то, что вам навязывается и навязывается очень четко западная пропаганда европейскими, американскими канцеляриями, их технологиями, их телевидениями, их интернет-сайтами, которых тысячи, их тысячами проплаченных троллей в интернете и так далее. Нам нужен промолдавский выбор. Не про западный, не про восточный, а про молдавский. Вы хотите жить в государстве Республики Молдавы? Вы хотите перспективы? Вот есть кандидат Дадон, который имеет четкое видение, как надо поступать. Вы хотите эксперименты? Вот есть моя санта. Вы верите в то, что она будет бороться с коррупцией? Вы верите в то, что она осуществует перемены? У них было 7 лет. Она голосовала за Плохотнюка, Плохотнюк голосовал за нее. Она делала компанию «Филату» в 2014 году. Она голосовала вместе с «Филатом» и «Лянкой» за аэропорт и за миллиарды, за вывод миллиардов из страны. Поэтому, если вы хотите этот эксперимент, то вы должны понять всю степень вашей ответственности. Под занавес нашей с вами встречи, что бы хотелось сказать заключение гражданам Республики Молдова в преддверии второго тура выборов? Ну, вроде об этом только что и говорил. Но, тем не менее, надо выйти активно. Тем не менее, надо выйти активно. Давайте скажем честно, что явка была низкой. Явка была менее 50%. Почему? Потому что многие люди посчитали, а пусть этот выбор придет без нас. Кто-то поверил в идею бойкота. Сегодня стало понятно, что любой бойкот в данном случае играет на Майя Санду. Особенно, если говорить о бойкоте протестного электората, которого большая часть, и который против этой власти. Майя Санду – экспонент этой власти. Ее поддержал Плохотнюк, который в родном селе Плохотнюка дал большинство Майя Санду. Ее поддержал из тюрьмы Филат, который четко сказал, что проголосовал за кот Гаубин, за желтый кот. Ее поддержал на оперативном заседании примарии Киртуака. Ее поддержал Гимпу. Ее поддержал Лянка, который понимает, почему ему нужна Майя Санду. Потому что если президент дадон, то Лянка будет очень худо. И поэтому Лянка сегодня заинтересован, чтобы была Майя Санда, которая вместе с ним голосовала за аэропорт и за миллиарды. Соответственно, наш призыв в том, чтобы люди вышли. Несмотря на отчаяние и неверие, надо победить убедительно, чтобы весь мир увидел, что избран промолдавский президент. Чтобы мы дали мощный импульс, что в стране начинает что-то меняться. Чтобы у нас была легитимность для поисков и легитимизация предстоящего распуска парламента. Чтобы мы смогли начать какие-то перемены в стране. Чтобы у нас борьба с коррупцией перешла с декларацией из экранов телевидения к реальным посадкам и к реальной конфискации тех активов, которые были наворованы. Хочется попросить людей быть активными. И в воскресенье выйти и проголосовать убедительно. И показать, продемонстрировать всю нашу убедительность и всю убедительность наших аргументов. Чтобы весь мир и Запад и Восток увидел, что перемены в Молдове реально, что молдавский народ поднялся, что у молдавского народа есть свое мнение, есть своя позиция. Чем выше мы продемонстрируем явку, тем больше будет легитимность тех программ и тех проектов, которые собираются реализовать ДОДОМ в качестве президента Республики Молдова. Выходите на выборы. Выборы в воскресенье – это шанс. Шанс для Республики Молдова. Это шанс тому, что Республика Молдова выходит из-под контроля олигархов. Выходит из-под контроля унионистов. Люди добрые, надо выходить на выборы. Надо дать Молдове шанс. Спасибо вам за этот разговор. Единственное, что хочу дополнить. Я следил за тем, как освещаются события, происходящие в Молдове, в частности, и не только, а вообще в регионе. Отметил для себя, что многие мои коллеги из международных информационных агентств склоняются к мысли, которая говорит следующее. В нашем регионе, на юге Европы, происходят какие-то тектонические сдвиги. Даже исходя из того, что в самой Болгарии, например, там тоже происходят президентские выборы. И сейчас, буквально через неделю после нашего второго тура, там будет второй тур. Лидер предпочтений электоральных, представитель социалистической партии. Наш партнер, который был в Молдове, мы встречались в Москве. У нас соглашение о сотрудничестве. И очень велика вероятность того, что и в Болгарии будет президент-социалист. И начнет, вы абсолютно верно Станиславу сказали, и начнет меняться качественная и региональная политика. Приходят здоровые левые силы, которые выстраивают политику в национальных интересах страны. И поэтому мы действительно следим за тем, что происходит в Болгарии. Спасибо еще раз за этот разговор. И пожелаем нашей Молдове удачи. Спасибо. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был исполнительный секретарь партии социалистов Республики Молдова Влад Батринча. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова